Всем привет, дорогие друзья! Доброе утро! В эфире Игромания. Последний день до Игромира. С вами Артаваст Мурадян, Захар Бочаров, Василий Копейкин. Арик хвастается своей аккредитацией на Игромир. У меня ее нет. Я на Игромир не попаду. Вы меня не увидите. Арик будет вести все один. Завтра я ухожу. Наконец-то. Наконец-то я избавился от Захара. Ура! Ура! Как не надо. Hail to the king. Ладно, у меня тоже есть. Я всем наврал. Вот моя аккредитация. Увидимся с вами на выставке. Друзья, кто не попадет на выставку... Смотрите, какая у меня классная, красивая. У меня рыжая. А у тебя просто выцвечивает, как будто она на солнце полежала. Из чем идем вывод, что пресса это полежавший на солнце участник. Кто не попадет на Игромир, будем транслировать для вас, друзья, три дня все самые важные вещи с нашего стенда. Четверг, пятница, суббота. Я забыл название. В воскресенье, понеделье, вторник, пятница, суббота, воскресенье, понеделье. Я сегодня просто проснулся и еще 20 минут просыпался после этого. Та же фигня, кстати. Вообще жесть просто. Но мы все равно будем для вас работать просто как из последних сил, как рабы в Тетрисе. Вот. Быстренько напомним про нашу скидку на сайте g2.com. Да. На Star Wars Battlefront, который выходит совсем скоро, буквально в ноябре. Да. Покупайте обязательно, потому что игра обещает быть на самом деле очень-очень интересной, потому что это Battlefield в мире Звездных войн, что может быть прекрасней. Плюс, да, код на скидку. Да, игр SVB. Игр SVB, скидка 20%. Покупайте, если вы любите маму Люка Скайуокера. Вот. Использовал. Падме Амидалу все любят, понимаешь? Это же Натали Портман. Если вы любите Натали Портман, в общем, покупайте. Я использую скилл-маркетинг от Георга Акопиана, который у нас всех учат. Да, да, да. Собственно, да. Вот такие вот дела. Сегодня 30 сентября. Последний выпуск перед Игромиром. Завтра мы будем в это же время вещать для вас. Но не в этой, чуть-чуть попозже, в 11.15. Чуть-чуть попозже из-за того, что выставка открывается там. Да, в четверг она открывается в 11 утра. Поэтому, я думаю, мы за 15 минут успеем добежать туда. Да. Как ты думаешь? Успеем добежать туда. Все правильно. Успеем все настроить. Арик правит расписание прямо в прямом эфире. Все круто. Все готово. Мы начинаем. Начинаем сегодняшнюю подборку. О-о-о-о. Вот такие раз-раз-раз. Бодро-бодро-бодро. Раз-раз-раз. Куча дел. На секунду я хочу сказать всем, кто выигрывал у нас билеты на Игромир, друзья, проверьте, пожалуйста, почту, которую вы указывали. Потому что я вчера всем разослал, победителям всем, билеты на Игромир. Некоторые отписались. Я просил отписаться, если вы получили билет. Некоторые отписались. Но некоторые не отписались. Получил билет, отписывались. Отписывались. Все, спасибо, наконец-то. Кальпирадетовый был подписан. Да-да-да. Что касается паблика. Все, кто участвовал в розыгрыше билетов до последнего, уже получили свои билеты. Итоги последнего розыгрыша подведем после утреннего эфира. Там разыгрывается один вип-билет на секундочку. И мы разошлем их все по личкам. Буквально на одну секундочку разыгрывается вип-билет. Не успел, не получил. Попадаешь на выставку на одну секундочку. И такой, э? Все, Игромир 2015 для тебя закончился. Пришел на встречу с читателями игромани. Здрасте. Ваш вопрос. И охрана такая. Это вип-билет. Вип-отношение. В белых перчатках охрана утаскивает. На самом деле вип-билет самая вкусная тема. Можно четверть, пятницу, субботу, воскресенье все четыре дня тусить на выставке. И эта линейка прекрасна. Все, начнем. К черту Игромир. Не к черту, конечно. Достаточно. Местами. Я уже сегодня поеду туда. Валик уже сегодня поедет туда. Я, слава богу, только завтра. Мы все в мыле, мы все дико возбуждены. Василий тоже сегодня поедет туда. Василий тоже дико возбужден. Василий тоже дико возбужден. И чтобы сбить градус возбуждения, расскажем про свежие релизы. Про свежие релизы там просто не очень все жирненько. Наша первая рубрика. Во что поиграть сегодня? Во что поиграть сегодня? Вышли... Баскетбольный симулятор NBA Live 16 от Electronic Arts. Да. Который будет стоить в Xbox Live, который стоит в Xbox Live 3499 рублей. А PS Store предлагает сходить в магазин за диском. Мне вот это очень нравится. Ты такой заходишь, и вместо кнопки купить, кнопка оторви жопу просто такая. Да. На синем фоне. Встань, хватит сидеть перед перевизором. Чувак, баскетбольный симулятор, ребята активные. Иди на улицу, играй в баскетбол, нефиг. И поиграй на улицу. Пишет PlayStation Network. Да, не шокирует нас ценами. Плюс еще одна баскетбольная премьера. 2K Games выпустила NBA 2K16. На ПК он стоит 1800 рублей. На PS3 и Xbox 360 3000 рублей. На Xbox One 4000 рублей. На PlayStation 4 4200 рублей. Да, я вот думаю, обычно NBA 2K просто лучше, чем NBA. NBA Live. И мне кажется, вот я про новые видео. Ты разбираешься в этом? Да. Ну, ты вообще крутой. Да, ты расскажи. NBA 2K, это прям такой прям. Расскажи тогда. Во-первых, баскетбольные симуляторы, они выглядят просто потрясающе. За счет того, что там мало игроков, они выглядят, ну, меньше, чем, например, в том же футболе. Там все такое прям, ты видишь, как капелька пота стекает по плечу Джордана, понимаешь? Хочется слезнуть. Да. Нет. Да, нет. Знаешь, и после матча начинается симулятор мытья голых мужчин. Да, кстати, вообще, сразу просто, в качестве мини-игры, только если проиграл. Ты моешь команду соперника, если ты проиграл, если ты выиграл, они моют тебя. Да, отлично, отлично, так держать баскетбольные симуляторы. Это бы оправдало цену в 4 тысячи рублей, потому что, я не знаю, ну, можно бесконечно бить баскетбол, но что-то дороговато. Дорого, конечно, вот, Electronic Arts решила сделать подешевле, и, возможно, это и поможет в продажах. Потому что NBA 2K, в принципе, он чуть-чуть на шаг впереди. Я сейчас не знаю конкретно про новые релизы, вот, но обычно, вообще, у 2K очень хороший NBA симулятор. Друзья, если... Карт решила сделать подешевле, значит, ситуация действительно плохая. В общем, выбирайте два баскетбольных симулятора для тех, кто в теме. Покупайте, выбирайте. Я подумал, что по итогам продаж тоже мини-игра, либо Electronic Arts моет, натирает спину команде 2K, либо наоборот. Либо 2K натирает. Или они на Metacritic ориентируются. Ага, у меня больше Metacritic. Все это транслируется по Twitch, и люди бьются в истерике просто. Да, вместо Игромира будем транслировать именно это. Не дай бог, три дня. О, господи. Также вышла в свет седьмая часть культовой серии пошаговых стратегий героя Мечами Магии. Сегодня, точнее, вчера вечером, да, на PC она появилась. Она стоит 2000 рублей за обычное издание. У меня есть грустные новости по поводу этой игры. Давай. Говорят, она не очень хорошо оптимизирована. Я слышал об этом. Говорят, что FPS скачет от 0 до 60. От 0 до 60, это хорошо. Говорят, она вылетает. Говорят, что Артемий Козлов пишет рецензии на эту игру. Да, да, да. Я вчера, ну, мне вчера Артемий писал в скайп, что... Говорят, он будет беспощаден. Что да, что я почувствовал по его интонации словам, которые он транслировал мне в скайп, что он будет абсолютно беспощаден к этой игре. В общем, в этом плане, может, дождитесь лучше, если вы не суперфанат серии, дождитесь вердикта игромании. Мы подскажем вам, как поступить. Потому что, может быть, в техническом плане игра еще не так отшлифована. Возможно, надо подождать пару патчей. Патчи точно не стоит ждать для Persona 4 Dancing All Night, которая выставлена для PlayStation Vita. Это танцевальный симулятор по игре Persona 4. Для тех, кто знает, что такое Persona, фраза Persona 4 Dancing All Night, это просто, я даже не знаю, это какой-то... Они так, наверное, называют свои ночные забеги. Persona Madness Returns вообще. Да, но, тем не менее, это действительно танцевальный симулятор, в котором можно управлять знакомыми персонажами так, чтобы они танцевали в такт музыки. Ставь лайк, если ты хотел танцевальный симулятор с Ариком. Знаешь, надо пририсовать всякие штуки сюда. Кошель? Да-да-да. Я думал, ты имеешь эту плашку с кошельком, на которую тебе кидать деньги для разработки. Кидаешь деньги, Арик танцует. Норма монетизации вообще просто от бога. Монетизация, скиллс, оверэлминг. И, в общем, да, ролевой системы ожидать от игры не стоит. Посмотрите трейлер. В качестве танцевального симулятора она вроде не дурная, так что слишком громко смеяться не стоит. Вопрос в том, сколько она стоит. Если она стоит 2000 рублей, то я как-то даже не знаю. Ну, это посмотреть. А кто вообще помнит, как заходить в PlayStation Network на Vita, зайдите, сделайте это, посмотрите. Ну и третий, ой, третий. Последний релиз на сегодняшний день. Предпоследний. А, предпоследний, извиняюсь. Это Toto Temple Deluxe на PC, Wii U, PlayStation 4, Xbox One. На Wii U появилась игра. Да, во-первых... На Vita появилась игра. Breaking News, да. Просто отличный день. Да, ты говоришь, так себе релизы. Представляешь, две консоли, которые, можно сказать, живут на аппарате жизнеобеспечения. Получили по игре. Получили, можно сказать, надежду на выход из комы. Новый укол. Вот, да, да. Игра построена вокруг механики «Царь горы». Задача в том, чтобы как можно дольше продержать в своих руках козла. Да. Продержите в своих руках козла, пиксельная стилистика, налет инди, наверняка инди. И козел. Смотрите трейлеры, решайте, нужны ли вам козлы. А козлом тоже управляет игрок? Я не знаю. Ну, то есть, типа, четыре человека против друг друга, а пятым играет с козлом. Он такой, не трогайте меня. И все хотят играть за козла. Кстати, симулятор козла, я тогда говорю, что куплю себе на мобильный за 15 рублей, купил полное дерьмо вообще. Я не понимаю, как люди в это играют, но там пофанится пять минут и все, он выдыхается мгновенно. Не все игры про козлов одинаково веселые. Наконец, вчера вышла «Тони Хог про скейтер 5». Пока что только в Северной Америке российские игроки получат 2 октября, то есть послезавтра. Оформить заказ для PS4 и Xbox One можно сейчас за 3599 рублей. Мы чуть-чуть попозже еще прогоним. Да, я думаю, что можно прямо сейчас. Я не запутаюсь. Свечнуть? Ладно, хорошо. Расскажем мне чуть-чуть про Тони Хог. Все его очень ждали, все его очень любят. Ну, многие его любят. Я в демо-версию еще на PlayStation 1 играл 8 часов к ряду, так что у меня палец чуть не отвалился. Я играл на Nokia N-Gage, и он там был прекрасен. А ты из многих игрок, которая была хороша на N-Gage. Nokia N-Gage, это Nokia N-Gage. В общем, если вы знаете, что это, то... То вы в дамках. То вы в дамках, да. Так вот, игра стоит 3600 на PlayStation 4 и Xbox One. Одинаковая цена, заметьте. Игра выйдет 2 октября в Европе, в Северной Америке. Она уже вот появилась. Ну да, расскажи про казус. Есть небольшая проблема. Перейдем к основному блоку новостей, который начнется как раз-таки с этой великолепной новости. Патч для игры Tony Hawk Pro Skater 5 весит чем больше... Господи, весит больше, чем сама игра. Мы ждали этого дня. Мы ждали этого дня шампанское в студию, пожалуйста. Патчи для игры стали больше самих. Сейчас вбегает Полина такая, шампанское. У нас всех такая, заревает такая, все, я пошла. Начинает поправлять микрофон, да, на декольте, как все любят. Вот. Так называемый патч первого дня, который в последнее время стал очень популярен. Да, среди разработчиков. Это модная фишечка. Это как бутылка шампанская, которую разбивают об борт корабля. Ну да, ну такая, знаешь, модная в индустрии, типа, а у тебя есть патч первого дня? А у меня нет интернета, говорит чувак с Сахалина. И такой, спасибо. И знаешь, такая красивая девушка такая, нет, извини, у тебя нет патч первого дня. Я с тобой не о чем говорил. Первый день никаких патчей. Никаких патчей первый день, да? Максимум на третий день. На третий день, да. Или вообще через патч. И она сразу такая, нет, извини, я с тобой не буду разговаривать. Так вот, игра весит, во-первых, игра весит чудовищно мало, 4,6 гигабайт. Потому что она уродливая. Она откровенно уродливая. Вот почему она так мало весит. Мне кажется, она делалась не то, что для пастгена, а для пастгена. Для PlayStation 1. Для PlayStation 2, мне кажется. А потом заморозили ее. На самом деле, это не очень важно, как она выглядит. Потому что главное, чтобы она игралась хорошо. Ну правда, симулятор скейтбордиста, назовем это так. Девушка, которая не разрешает патчи на первый день, говорит, что главное не графика, а умение. А что внутри, да. Да, все правильно. Да. А заплатка для игры будет весить почти в два раза больше, 7,7 гигабайт. 7,7 гигабайт. При этом, сами разработчики не говорят, что исправит этот патч. Мне, знаешь, меня... Исправит патч? Вдумайся о это. Патч для патча. Нет, что этот патч исправляет. Они не говорят, что он исправляет. Что заставляет меня задуматься? О том, что мне кажется, патч это просто... Ну, как бы... То есть у них в основной игре она не вся. То есть у меня есть подозрение, что они, типа, выпустили игру куском. И такие сейчас быстро-быстро в первый день накатывают патч, чтобы она была... Ну, то есть потому что я не понимаю, как можно сделать патч 7,7 гигабайт, если игра 4,6. С Tony Hawk Pro Skater 5 серьезно, какая-то очень стрёмная история. Я советую, если вы любите серию, отнеситесь внимательно к этому, изучите, не знаю, обзоры, видео и так далее. Потому что, блин, ну, что-то не то. Я бы сказал, что мы постримили бы ее, но, к сожалению, у нас сейчас Игромир. А после Игромира, кстати, она будет 2 октября. После Игромира, возможно, ну, там много всего, но я думаю, что постримим, да. Потому что я люблю Тони Хоук, я вообще люблю симуляторы скейтбордиста. Я вообще люблю стримить, да, да, да. Игра вышла на актуальных консолях, а еще ее портируют на постген через некоторое время. Когда-нибудь. Когда-нибудь портируют. Вот, я при этом, что очень люблю их, я в них плохо играю, поэтому не сразу говори, не ожидайте чего-то потрясающее. Все как мы любим. Хорошо, давай. Ладно. Я в последний раз играл в Тони Хоук на Game Boy Advance. Ты вообще играл в нормальный Тони Хоук по террасе? На Гаге нормальный. Нет, Engage и Game Boy Advance не в счет. Там порт с PlayStation 1 на Engage. Чистый порт. Там просто вот этот экранчик. У-у-у! Какая красота! Он был очень веселый, не знаю. А на ГБА очень долго не могу, я купил в пиратском переводе, если честно. Я был маленький, простите меня. И там одно, в Тони Хоук было задание, меня поставили перед рампой, дали скейтборд, сказали, сделай баклажан. И там какое-то сочетание кнопок, которые, естественно, на русский перевели неправильно, типа Г плюс Ж, которых вообще нет на Game Boy Advance. Я старался сделать баклажан, не смог и забил. Тебе дали доску перед рампой, поставили и сказали, скользи. Гоу, let the legend come back to life, как говорит Оцелот во вступлении Metal Gear Solid 5. Ладно, перейдем к следующей новости. Давай, ты. Твоя. Это моя? Да, да, да. На мобильных устройствах вышло... Нет, нет, твоя новость. Хорошо, я все понял. Я же... Алик колбасит просто, как... Не, нет, ты читай, как задумано было. Создатель The Stanley Parable анонсировал новую игру, друзья, и она выходит уже сегодня, на секундочку. Вот такая хорошая новость для тех, кто ждал. Это не тот создатель, который вчера анонсировал игру. Не тот создатель, это другой создатель. Тот создатель делает сейчас игру про Рика и Морти, напомним, по-моему, для VR-очков. Да, да, да. Вместе с создателем Рика и Морти. Второй парень времени зря не терял, и Дэви Ридден, его завод, анонсировал новый проект, который называется The Beginner's Guide для персональных компьютеров. То есть, гид для начинающих. Гид для начинающих. Могу бы зачитать прямую речь. Да, я знаю, ты любишь, давай. The Beginner's Guide – сюжетно-ориентированная игра от первого лица, которая выйдет на PC и на других платформах, возможно, пожалуй, я больше ничего о ней не скажу до релиза. Заявил Ридден. Да, вот, собственно, я знаю. Возможно, даже менее эмоционально, чем сейчас это сделал Арик. Занимался в одиночку этим проектом парень, пока там его, Вильям Пью, его друг. Вот этот скриншот, извини, пожалуйста, он просто... Работал с автором Рик и Морти. А ты смотрел трейлер вообще? А, у нас, по-моему, нет трейлера. У нас нет новости, трейлер. Я посмотрел, знаешь, как выглядит трейлер? Парень открывает Windows XP, серьезно, показывает рабочий стол, и говорит, вот рабочий стол чужого человека. Если вы покопаетесь по папочкам, он начинает реально открывать папки, и там... Вы найдете папку Work, и там реально папка Work. И внутри папки Work очень много экзешников. Он начинает открывать экзешники подряд, и они все разные. То есть один экзешник, там сидят люди, у которых кубы вместо голов, и на одном написано Friend, на другом написано Enemy. Типа таких, которые, да, наверное, сейчас покажет Василий, или мне показывают Алик. Открывают другую, там, короче, вот эти деревья, пустое пространство, ты между ними летишь. И так далее, и все это сопровождается какими-то... Небольшие зарисовки сопровождаются комментариями из серии. Вот вы видите, что это сделал какой-то человек. Что можете сказать о нем? Какая его натура? Кто его друзья? Чем он занят по жизни? С какого он района? Ну, в общем, не подводит разработчик. Да, она реально такая же экспериментальная. Там очень мало геймплея, и очень много мыслей о всяком. И поэтому выйдет уже сегодня. Посмотрим, посмотрим. Я куплю, я обязательно куплю. Я прочитал комментарий на сайте. Да, все, комментарии на сайте, как всегда, у нас просто... Заглядывайте туда почаще, да и сами оставляйте. Вот, ждем, ждем The Beginner's Guide. И я прям очень жду. Предлагаю тоже постримить, но это всегда прям очень. Я только за. Перейдем к следующей новости. Игру назад в будущее переиздадут к юбилею фильму. Господи, к юбилею фильму. К юбилею фильму переиздадут игру назад в будущее. Да. Студия Тейл Тейл, если вы не знаете до того, как она стала знаменитой, и стала делать одинаковые игры, она делала чуть-чуть неодинаковые игры. Например, Sam & Max и перезапуск. Sam & Max и назад в будущее. Так вот, объявила студия, что 13 октября в Северной Америке выйдет Back to the Future The Game 3rd Anniversary Edition. В Европе игра появится 3 дня спустя. Помимо улучшенной графики, юбилейные издания, игровая адаптация назад в будущее отличается наличием роликов с дневниками разработчиков, интервью, также интервью с создателями фильма. Помимо прочего, актер, который играл в фильме Бифа Таннена, он будет озвучивать в этой версии игры своего героя, потому что раньше, видимо, так как они были незнамениты, у них не было денег, он сказал тебе, кто вы такие? А теперь они такие, ладно, давайте поговорим. Он жест, он просто прекрасный, в плане свэга. И он такой, бакфлайн! Да-да-да-да, все, уже готов. Озвучу специальную версию, которую вы в честь 30-летия фильма еще раз напомню. Так что все денежки, которые вы потратили на историю Клементины, они пошли на то, чтобы доделать Back to the Future. Говорят, игра хорошая, с хорошим сюжетом, фанатам искренне рекомендуем. Издание, выход которого приурочен к 30-летию, появится в цифровом виде и на дисках для PlayStation 4, Xbox One и Xbox 360. Почему-то нет списка PlayStation 3, видимо, не заслужила. Она, по-моему, там уже есть. Она не заслужила. Anniversary Edition, наверное, не заслужила, потому что не так много разницы. Может, будет патч? Не знаю. Может, не любят PlayStation 3? Не знаю. Может, перейдем к следующей новости? Может, перейдем к следующей новости? Да. Показаны первые кадры из Siberia 3. И просим не перевозбуждаться, как мы в этой студии, потому что показали всего 2 секунды, на самом деле, геймплея из новой игры. Пусти новость, ну ладно. Siberia 3. Ну, сейчас на лету подходит. Siberia 3 была анонселен в 2009 году, однако затем разработку заморозили из-за затянувшихся переговоров с Бенуа Сакалем. Напомним, что из-за затянувшихся переговоров, аналогичной ситуации с Дэвидом Линчем, сезон Твин Старик вообще выкручивал яйца только в путь. Вот я сейчас прям сделаю ремарку, серьезно. Он это заслужил. Твин Пикс снимает второй сезон, говорит, вернется через 25 лет. Через 25 лет анонсирует третий сезон. Все довольны, все ждут. Дэвид Линч говорит, что участвует, потом говорит, что не участвует, мне не заплатили. Потом говорит, я все-таки участвую, мне заплатили, но через 25 лет не выйдет, выйдет только в следующем году. Знаешь, очень похоже, история очень похожа на фильмы Дэвида Линча. Я не знаю, вот, кстати... Ты не понимаешь просто, что в них за происходит. Да, странные вещи. Старик. Старик. Ты знаменит, но не делай так, пожалуйста. Ну, сразу договоритесь, и все будет нормально. Бенуа, ты тоже. Советы великим от агромании. Да, кто же убил Лору Балмер на самом деле, теперь мы узнаем в третьем сезоне. Нет, в итоге они договорились, все нормально. Все нормально. Тут тоже все нормально. Разработка Сайберия 3 продвигается. К созданию игры вернулись в 2012 году, и с тех пор все потихонечку продвигается к релизу. Сайберия 3 планирует выпустить на персональных компьютерах PS4 и Xbox One, но с такой скоростью разработки я бы советовал ждать на PlayStation 5 и Xbox Two, а также на мобильных платформах, где вы, кстати, уже сейчас можете поиграть с стараниями прекрасный российского издателя Бука, который принес все это на планшеты. Можете поиграть первые две части. А почему мы об этом вообще заговорили? Потому что появился видеоролик, Да я же сказал. В конце которого есть несколько кадров из концепт-картинок из Сайберии 3. Есть чуть-чуть геймплея. Чуть-чуть геймплея. То есть буквально 3 секунды. Можно в целом оценить. Я так думаю, это Unity. В общем, ничего выдающегося, но приятно видеть, когда знакомые персонажи возвращаются к нам. В конце ролика написано, выходит в 2016 году. Но знаете, в конце ролика по Ласт Гардиан тоже написано, выходит в 2016 году. Поживем, увидим. Было бы хорошо. Перейдем к следующей новости. На мобильных устройствах вышло VR-переложение Just Cause 3. И все такие, что? Да. Вот. На устройствах под управлением... Извиняюсь. На устройствах под управлением iOS и Android вышло Just Cause 3 Wingsuit Experience. Приложение, демонстрирующее полеты Рика Родригеса при помощи Wingsuitа, как несложно догадаться. Предназначено главным образом для очков виртуальной реальности. То есть можно так позалипать, но в этом нет смысла. Ну да, такой, оу, 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 вот. Это запись игрового процесса Just Cause 3, позволяющая владельцам смартфонов и планшетов прямо во время ролика развернуть камеру на 360 градусов, надев при этом очки виртуальной реальности. Ну, я думаю, что, скорее всего, это рассчитано на тех людей, которых есть картонные от Google. Да, или которые купят 99 долларов в ноябре очки от Samsung. В ноябре я жду. Ага, вышло Just Cause. Да, посыпаешься. Я сегодня поиграю в Wingsuit Experience. Я смотрю по сторонам, глазами Эрика Родригеса. Просто вообще... Не, не глазами, а если ты в очках, из-за спины. В спине все правильно. Вот, собственно, такая вот история. Можете посмотреть ролик, вам сейчас Василий демонстрирует его, как люди делают, собственно, это с картоном, делают это. Как люди делают это с картоном. Да. Все тут скажешь. Все, это PR-компания Just Cause 3, которая выходит 1 декабря. В последнее время, да, очень модно выпускать вот эти, знаешь, там вот как выпускали по Азероту, посмотреть, типа на грифоне полетать там и так далее. Сейчас это стало модным делать такие ролики, вот, и ребята в тренде. Причем сама Just Cause 3 не будет поддерживать никакие образы виртуальной реальности, это просто вау-эффект. Да, между прочим, скажу про Игромир пару слов. К нам заглянет один из студий, один гость, так сказать, один гость из студии разработчиков Just Cause 3, и поотвечает на наши вопросы, поэтому не пропустите трансляцию. Кстати, расписание со всеми почти 99% гостями мы вывесим сегодня, чтобы вы могли знать и распределить свое время. Да, чтобы знать, когда отбежать налить чаю. Мы вас страшно ждем. По поводу, да, Just Cause будут новые подробности уже совсем скоро. Более того, на Игромире можно будет поиграть в демо-версию, она будет представлена широкой публике. Игра выходит 1 декабря в день релиза... Зимы. В день релиза зимы, да. В день также релиза, по-моему, Rainbow Six Siege, которую я очень жду. Да, и незадолго до релиза Xenoblade. И вообще через 20 дней после релиза Fall Out, поэтому неважно, можешь даже не выходить Just Cause. Да, в целом, да. Просто не выходить. Все после 10 ноября можно переносить на следующий год. По версии Артаванда Родиана. Двинемся дальше. Да, новая часть Hitman. Анонсировали дату релиза, она выйдет 11 марта. 11 марта, при этом, напомним, что игру перенесли для того, чтобы добафить контентом. То есть предоставить... Добафить контентом. Я думаю, ты сначала оговорился, но потом думал, что нет. Чтобы на релизе было побольше всего. И там, на самом деле, не густо-то получается. Потому что при покупке Hitman игроки получат всего 6 сюжетных миссий на 3 локациях. Париж, Маракеш... Возможно, даже на 4. А, да. Париж, Маракеш, Марокко и Римский округ. Сальенция, окей. Все задания можно будет выполнить в режиме контрактов, но их будет 6. Ну, в общем, это как-то странно. То есть есть еще информация, что до июня выйдет еще 3 новые локации. В апреле Таиланд, в мае США, в июне Японии. Неизвестно пока, сколько миссий при этом добавится. Я не очень понимаю, в чем задумка. Задумка... Там будет постоянно добавить... Ну, игра, которая поддерживается после запуска. То есть, по идее, тебе будут постоянно добавлять новый контент. У нас же нужно очень мощное поддерживание. 6 миссий это типа на один вечер. Да, 6 миссий это очень мало. Но, по-моему, там будут пользовательские миссии можно будет делать. То есть ты можешь скачивать. Ну, я не очень в UGC верю. Да, я тоже. Я тоже. Это как бы игра, которую ты контентом немного сам склеиваешь. Вот контентно как-то для себя формируешь. Но, тем не менее, вступительный пак должен быть достаточно вкусным. Для того, чтобы ты заплатил за него 60 баксов. Пока что это 6 миссий. На 3 локациях все же. Как 3? 3 локации. Потому что Маракеш это в Марокко. А, окей, все. На 3 локациях. Соответственно, по 2 миссии, я так понимаю, на каждую. Что-то как-то странно. Выглядит как демка. То есть ты платишь, по сути, за сервис, который получишь после... Необходимо, на ревельсе. Только плачет сейчас просто. А может, вы взяли на работу в Square Enix? Да, да, да. То есть в I-Dest Interactive. Не знаю, не знаю. Возможно, все будет хорошо. Возможно, это просто экспериментальная модель. И общей картины мы не видим. Но как-то переносить дату релиза с декабря на март на 4 месяца без малого. И при этом предлагать всего 6 миссий. Довольно-таки странное ощущение это вызывает. Надеюсь, что опасения будут неоправданными. Тем не менее, ждем Хитлана 11 марта, через 3 дня после релиза Tom Clancy's The Division. Вот так вот. Все, понимаешь, все релизы теперь связаны с Ubisoft. А, кстати, да, весна еще больше набафилась. Да, еще набафилась. Набафилась. Слово здесь взять и выкинуть нахрен. Вот. Да, именно так. Ждем. Да, берем к следующей новости. Проблема с подключением к бесплатному Wi-Fi в московском метро стала главной темой браузерной игры. Игра называется «Поймай Wi-Fi Москва». Прям хип-хопчик, Хип-хопчик, Захар. Давай споем. Нет. Ладно. Давай без этого. Без отклонений от курса. Без отклонений. Ну, давай без отклонений. Очень забавная, так сказать, новость. Не игра, а новость. Играл мне? Нет, не играл. Но выглядит незабавно, сразу скажу. Ну, ты сейчас расскажешь. Ну, вообще незабавно. А я расскажу про больное подключение в метро к Wi-Fi. В ней игрокам предлагают за минуту поймать значок Wi-Fi в одном из открывающихся дверей вагона подземки. Для этого нужно щелкнуть мышью. В общем, геймплей какой-то вообще ни о чем. Мне кажется, это ради названия вообще игра была выпущена. Была игра такая. Да, 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 да. Ага, вот. В новости у нас не озвучено. Вася уже прошел игру и сообщает. А фишка в том, что ты два-три раза нажимаешь на значок, и у тебя появляется реклама презервативов безымянных, которые нужно закрыть и потом дальше ловить, короче, свои значки. И она, естественно, начинает очень сильно напрягать, потому что появляется там каждые три секунды стабильный. Проблема Wi-Fi в метро не такая, как сказать, огромная. То есть она есть определенно. Потому что, чтобы подключиться к Wi-Fi, если вы не в курсе, если живете не в Москве, то двух слов скажу. На всех линиях московского метро с недавних пор проведен Wi-Fi. И это респект. Нет, это очень круто. Сделано это немножко через одно место, понятное дело. За это дисреспект. За это маленький дисреспект, потому что все равно Wi-Fi в метро это очень круто и очень полезно. То есть я... Я новости читаю, освежаю. Я и новости читаю, и на письма отвечаю, и в Хардстоун играю. Суть не в этом. Суть в том, что действительно, чтобы подключиться к интернету, надо иногда производить пляски с бубном. Потому что я уже научился, и у меня нет почти проблем этих. То есть я знаю, что нужно сделать, чтобы интернет точно работал. То есть если я захожу в вагон с включенным Wi-Fi, скорее всего, не подключится. Надо его отключить. Включить, после этого можно присоединиться. В общем, всякие такие... Есть нюансы. И самое прикольное, что на разных устройствах работает по-разному. То есть по-разному надо плясать с бубном. То есть ты можешь сидеть и пытаться зайти в интернет, в то время как рядом с тобой девушка с айфона 6s уже все там в серфе. Да, или наоборот. Я, например, захожу с планшетом на Apple, который я пытаюсь зайти, мне не за... В общем, неважно. Более мы с вами немножко вам поедали. Есть нюансы, и этим нюансам посвящена игра. Она довольно забавная, если вы... Есть, на самом деле, другая вещь, за которую я бы дизреспект дал очень большая. Надеюсь, кто-нибудь из московского метро или того, кто делал Wi-Fi, смотрит сейчас нас. Потому что реклама, которая вшивая, там она очень как-то плохо устроена в том плане, что она вылезает там куда-то в какие-то протоколы телефона и насильно тебе пихает рекламу, даже если вы уже залогинились и перешли на другую страницу. И получить какой-то баннер, который надо посмотреть, закрыть, он отлетает, и только тогда ты можешь серфить дальше. Это как бы реклама вот этих самых презервативов. У меня, кстати, там, да, очень много рекламы презервативов, но я научился ее... Прямо как на Твиче. Я вообще настолько хакнул, что я научился не смотреть даже рекламу. То есть я скипаю очень быстро. Ну, молодец, ты прямо этот, как его, Эйден Пирс. Вот, но я могу сказать такую вещь, что, например, мой товарищ, который очень сильно заморочен на всякие разработки, он вообще программист, он не пользуется интернетом, потому что он говорит, что он, ну, там, какие-то протоколы телефона нарушает, или что-то такое, в общем, техническое, что он не хочет, чтобы его телефоны так залазили, потому что это может пагубно кончиться. Мистер робот. Да, мистер робот. Но так как мне пофиг, я пользуюсь, да. Ради бога. Так вот, вышла эта замечательная игра, немножко о ней поговорим. Да уже, кстати, мимоходом, мне кажется, все, что надо, мы о ней сказали. Она, как бы, является сатирой на... На метро. На Wi-Fi в метро, да. И, по словам разработчиков, сделали они для привлечения внимания к проблеме бесплатного Wi-Fi в московском метрополитене. Безусловно, понятно, что реклама никуда не денется, реклама нужна. Ну, естественно. Благодаря рекламе есть Wi-Fi, благодаря рекламе есть вообще все в этом мире, все работает таким образом. Я не против того, что мне показывают рекламу, я против того, что мне приходится, блин, пляски с бубном устроить каждый раз. Это правда. Но, тем не менее, Wi-Fi есть, он действительно бесплатный. Это круто. Возможно, эта игра вообще... Это приквел к метро 2033. Возможно, это пиар Wi-Fi в московском метро. Да, может быть, анонс новой части метро нас ждет. Или Кодзимы. Или Кодзимы, да. Может быть, там, третья глава. Открываешь дверь, а там, опа, третья глава, это Олгер Солид 5. Это такое, ничего себе, нормально вообще. Двинемся дальше. Двинемся дальше. Хорошие новости про то, что все препятствия ломаются, если долго биться головой. Twitch победил финального босса Dark Souls. Просто, мне кажется, надо похлопать. Не так, не так. Медленно, медленные хлопки. Поздравляем вас, друзья, которым нечего делать полтора месяца к ряду. Группа энтузиастов, которая управляла игрой Dark Souls с помощью текстовых сообщений во время Twitch-трансляций, одарела финального босса Dark Souls, лорда Гвина. Полное прохождение игры заняло полтора месяца. За это время персонаж, которым играл Twitch, умер 904 раза. Самым сложным этапом при прохождении стала битва с Эйнштейном и Смаугом, о котором мы рассказывали в прямом эфире. Игроки потратили на нее 6 часов. Всю первую неделю игроки не могли вылезти из обучающей зоны. Затем игру перевели в пошаговый режим с голосованием за следующее действие персонажа. Как это выглядит, игру постоянно ставят на паузу. Люди голосуют, что делать в следующий момент персонаж делает. Так вот, я знаешь, что хотел сказать? Супер медленно. Неужели вы, если вы хотите поиграть в Dark Souls... То есть я не понимаю, что должно вообще двигать человеком, который сидит там и играет. Я знаю. Блин, запусти и играй сам. Желание участвовать в массовой непонятной игре. Да там, мне кажется, в конце осталось полторы коллеги. Ну, целеустремленных коллеги. Прикинь, их сейчас возьмут в этот, в From Software тестерами. А, ну или в Twitch, да. Вот. Ребята не остановились. Кстати, они сейчас проходят Dark Souls 2. Понравилось. На эти полтора человек такие, добавки, добавки, запускайте следующую игру. То есть первый раз это было прикольно, когда проходили покемоны. Но уже вот сотый раз уже как-то сомнительно. Покемоны проходили по чесноку, там не было паузы. Вот то, что Dark Souls пришлось ставить на паузу, это обидно. Это реально обидно, но по-другому не пройдешь. Тем не менее, даже при таких условиях ребята справились с миссией. Ваша миссия была странная, но вы справились. Молодцы. Респект таким ребятам. Наверное. Наверное. Да, небольшая подборочка безумных, даже не совсем безумных игр, а вполне себе нормальных странных игр. Таких традиционных уже каждую неделю. В прошлый раз мы рассказывали про мытье в душе с мужчинами. Позапрошлый про отца и сына в душе. А сегодня без души. Да, сегодня без души. Бездушные новости. В этот раз начнем с игры 12 is better than six. Действие, которое происходит на Диком Западе в 1873 году. Главный герой ковбой, как вы могли догадаться. Я в общем не буду дальше вас мучить. В двух словах скажу, что это такой... Хотлайн Майами. Хотлайн Майами в Диком Западе. Выглядит довольно стильно, черно-белый. Я бы вот даже поиграл бы, наверное. О, есть лук! Да, в игре есть лук. Все, парни, я пошел. Ну, хорошо, ладно. Возвращайся. Вот, это да, Хотлайн Майами про Дикий Запад. Довольно забавно. Выглядит очень стильно, как и... Ну, то есть самобытно, так скажем. Двенадцать лучше, чем шесть, это вообще название отличной игры проигража. Между прочим. Почему? Десять из десяти, одиннадцать из десяти. Двенадцать лучше, чем шесть из десяти. Вот, сейчас игрокам доступна пре-альфа-версия этой замечательной игры. Получившая пре-альфа-версия тоже имеет свое название. Называется Red King Perk. Перк Красного, то и Крысиного Короля. Вот, скачать ее можно по ссылочке в этой прекрасной статье. Обязательно зайдите, если вам интересно. Судьба финальной версии зависит от компании на Kickstarter. То есть пока еще неизвестно, увидит ли игра вообще что-то. Ну, цвет божий. На данный момент, кстати, разработчики из питерской студии, между прочим, как минимум стоит поддержать, мне кажется, отечественного разработчика. Ингстейнс Геймс она называется. Они собрали уже семь тысяч фунтов. А собрать они хотят пятнадцать. Вот, такие вот дела. Давайте, друзья, поможем. Девять дней осталось. Но я думаю, что не соберут они. Если они за сколько там, двадцать или тридцать дней собрали всего семь тысяч, то я думаю, восемь. Ну, посмотрим. Но вообще, последние дни обычно бывает пуш. Может, ребята, выход на Kickstarter на самом деле хорошая тема, даже если ты в итоге не собираешь деньги, потому что тебя может заметить издатель. Игра стильная. Возможно, их кто не подберет. Возможно, стоит ее подобрать к какому-нибудь издателю, потому что я думаю, что да, если они, скорее всего, не дособерут за десять дней нужную сумму, но, тем не менее, возможно, стоит попробовать. Вдруг вы богатый нефтяной магнат. Да, или меценат, и вы сейчас... Уложите, ребят, напишите, и... Да, поиграйте в пре-альфу версии, такой... Вдруг это круто, вдруг мы скоро будем все говорить об этой игре. В конце концов, в Hotline Miami тоже был какой-то днище, и только когда он вышел, все поняли, что игра прекрасная. Поэтому, вот. Вторая игра нашей подборки, мне кажется, это самое безумие, максимальное... Maximum Madness. Да, максимальное безумие, которое можно, называется, она Excavate, и вы не поверите, это симулятор археолога. Та-та-та-та! То есть, вам надо... Ну, не веселый симулятор археолога, типа Uncharted. Или Indiana Jones. Да, довольно-таки скучный. Это симулятор настоящего археолога, который занимается археологией. Да. Игрокам предлагается, это не просто командный, предлагается собрать команду из четырех ученых, отправить их на раскопки, древностей. Каждый член отряда отвечает за что-то отдельное, например, за проведение раскопок, спиливание мешающих деревьев. И, в общем, если вы вдруг один из немногих археологов по призванию с детства, то, я думаю, вас должна заинтересовать эта игра. Игра создана при поддержке Гданьского университета и других высших учебных заведений, что говорит о ее образовательном направлении. Мне кажется, что у археологических... археология переживает не лучшие времена. Вот, поэтому она хочет... Веселые, пиксельные ребята. Проблема в том, что я вот смотрю на эти лица, понимаешь, и мне не хочется становиться археологом. Ну да. Потому что графика... Потому что ты сразу станешь старым. Мне кажется, с 486-го. Ну, что тут говорить, я так понимаю, это ретро-оформление, которое сделано, ну, не думаю, что от хорошей жизни. Мне кажется, знаешь, это не ретро-оформление, когда делают, типа, как дань уважения, как фишку. Ну, естественно. А тут просто сделано, потому что лучше сделать не могут. Не шмогла я, не шмогла. Сделали в стиле ретро игра, типа, 85-го года. А что ты хотел, ты археолог? Вот. И поэтому, если интересно вдруг какие-то экспериментальные вещи, то поиграйте в целом, конечно, странно до ужаса. Давайте я подхвачу, расскажу про последнюю игру из нашей подборки. Она называется Илья. Илья? Илья, типа. Илья, короче. Илья. Игра называется Илья и предлагает игрокам отправиться в лес. К Илье в гости. Идешь в лес, а там Илья. И ты такой здоровый. Добрый вечер. Все, конец игры. Она предлагает отправиться в лес, где растут странные деревья, которые больше похожи... Наш новостник говорит на фантазию курильщик опиума, мне кажется, они похожи на червей. Ты не забудь, что Илья это имя нашего новостника. Илья живет в лесу. Это неплохо, это неплохо. Пока мы смотрели в сторону, он сделал игру про себя. Цели в игре нет. Вы познаете дзен, слушаете деревья и лесные растения, и в конечном итоге все. Сейчас игра борется за право попасть в каталог сервиса Steam. Проголосовать можно на Steam Greenlight. Рабочую версию можно получить в составе Humble Bundle, который сейчас проходит. Так что если вы... Была вот игра Proteus, помню, называлась. Proteus, я не знаю, правильно, извините, если ударение неправильно поставил. То же самое, такая типа пиксельная вот эта вот хрень. Хрень, условно говоря, хорошо. Пиксельный проект, сам с тобой поговорил, сам себя исправил. Пиксельный проект, где ты ходишь, созерцаешь, смотришь. Возможно, в этом контексте она неплохая. По скриншотам этого сказать нельзя. Вот такие вот странные проекты в эту среду у нас сегодня. Да. Поехали к следующей новости. Yes. Следующая новость. PlayStation 4 сегодня обновят до версии 3.0. И апдейт носит кодовое название. Киншин. И в него входит очень много вещей, которые крайне важны для вашей милой приставки, которую вы, наверное, очень любите. В частности, можно будет загружать 10-секундные видеоролики в свои твиттеры прямо с консоли, а также транслировать игры в YouTube Live. Появится раздел PlayStation Plus, где соберутся информацию для подписчиков сервиса. Отлично, давно пора было. Да, да, да. Скриншоты в формате PNG без сжатия. В меню добавят стикеры, меню сообщений. Очень интересно. Они, наверное, будут игровые. И будет ли там Drake Face? Я второй день говорю про Drake Face, но мне интересно, как будут выглядеть стикеры от PlayStation. В PSN можно создавать сообщества по интересам. Привет, Miiverse. Никто не знает, что такое Miiverse. Да, 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 кстати. Я хотел сказать, что никто не в курсе. Nintendo did it first. Но, как говорится, интересуют только те, кто сделал хорошо, а не кто сделал первым. Игроки смогут предлагать своим друзьям просматривать их игру. Хочешь? Хочешь посмотреть? Смотри. Вот я, Far Cry играю. 20 лет назад, ровно, кстати, приуроченное к событию, в Европе начали продавать первые консоли PlayStation. По этому поводу Sony собрала в музыкальном сервисе Spotify плейлист из самых популярных игровых мелодий. А вы можете, не можете, наверное, его послушать, потому что Spotify, если мне не изменяет память, в России не доступен. Зато есть красивый коллаж с персонажами PlayStation. Ну и вообще есть полезный видеоролик, который, собственно, о всех этих новостях рассказывает. И там даже есть геймплей Metal Gear. Есть Snake. Плюс можете посмотреть на тех персонажей, которые эти 20 лет или меньше, кто знает когда, кто познакомился с семейством PlayStation, делали вам хорошо и весело. Так что радуемся, ждем на ваших комментариев, кто делал вам хорошо из персонажей PlayStation. Если что, мы замолчим словечко. Да. Перейдем, собственно, к последней новости. Из основного блока. Из основного блока. Да, не пугайтесь. Rockstar. Rockstar. Внимание, все такие сейчас затаили. Новость про Rockstar. Не анонсировала в GTA 6, а всего лишь набирает людей для работы над кооперативной стелс-игрой. Всего лишь, возможно, возрождает игру-агент, которую все безумно ждут. Ну, все ждут, непонятно. То есть ничего про эту игру не... Так, ладно, давай сейчас по очереди. У Rockstar много сейчас объявлений, она именно на работу, но... Внимание привлекло то, где нужен человек, который может... Гейм-дизайнер. Да, гейм-дизайнер, который должен сконцентрироваться на асинхронном мультиплеере в новой игре. Да. Причем игра будет стелс. Да, игра будет стелс. Это не просто игра. Все сразу подумали, естественно, о проекте Agent, который анонсировали, по-моему, в 2009 году. Да, в 2009 году на E3 анонсировали для PlayStation. PlayStation 3, и кроме как просто картинки Agent, ничего больше не было. А было, на самом деле, пару артов. Потом слили вот эти скриншоты, которые ты сейчас видишь. И такая, мне понравилась очень, подпись. Подтверждено, в игре Агент будут лестницы. Вот, да. Черт, игра с лестницей, они не нашли наше слабое место. Теперь мы не устоим. Да, в мире зомби так бы и сказали. Вот. Что интересно, что студия, которая набирает конкретно студия, которая подочерняя, это Rockstar Toronto, которая последняя, ну, полноценная игра, которую они выпустили, была в 2005 году, это была игра The Warriors. Она была хорошая. По мотивам одноименного фильма. Восьмидесятых, по-моему, или семидесятых, не хочу ошибиться. Да-да-да, довольно старинная. Вот, да, очень крутой фильм, если не смотрели, посмотрите. Да игра тоже вообще вполне себе ничего. Вот, насчет игры ничего сказать не могу, потому что я в нее играл буквально часик или два, и мне показался она ужасной. Вот, но... Ничего сказать не могу, но игра ужасная, сказал Артаван. Нет, по первому впечатлению, она у меня вообще какое-то кривоуправление... Нет, на PSP нормальненько, нормальненько. Ты вообще в нормальной консоли играешь? Я вообще играю. Game Boy Advance, PSP, John Gereich... Слушай, про нормальные консоли никому не интересно слышать. Нормальные консоли у всех дома стоят, они сами пойдут поиграют. А вот это вот хрен отню, никто кроме меня не пробовал, поэтому... Не говори даже никому не интересно. Мне даже никому не интересно, да, я начинаю плакать. Так вот, они, да, занимались обычно времяпрепровождение команды Rockstar Toronto. Это был переносы разных игр с консоли на консоль, портирование и так далее. Переносы GTA 5 для БК. Переносы GTA 5. Выпускаем 14 марта? Позвоните в Торонто. Не, на апрель. Переносим в Торонто. У нас в Канаде время другое, ребят. Созвонимся через пару месяцев. Ну вот. Есть два... Да, говори, ладно. Есть несколько вариантов, действительно. Что может... Это означает даже три. Либо они что-то портируют куда-то. Ну, вряд ли. Нет, порт. Для порта набирать геймдизайнера это нет. Вряд ли, действительно. Либо они могут делать DLC для GTA 5, например, или для Red Dead Redemption. Либо им, действительно, рокстары копались на компьютере, как было в ролике The Beginner's Guide. Нашли папку с названием Agent. Они такие, блин, у нас же игра была. Мы анонсировали. Когда мы анонсировали... А когда мы обещали его выпустить-то, черт, уже шесть лет прошло. Ребята, дедлайн был шесть лет назад. И они взяли, заархивировали, послали в Торонто и сказали, сделай. Сделай, сделай красивое. Там один такой несчастный сотрудник сидит на телефоне, на ресепшене. Да, у него голова еще раз тыковывается, он кушает блинчики. Опять нужно что-то сделать. Да ладно. Поэтому, кстати, задержали GTA 5 на PC, потому что там один человек работает, и то он на ресепшене сидит. Теперь решили взять, чтобы все игры в дальнейшем выходили вовремя. У меня есть подозрение, кстати, что The Agent каким-то образом его наработки использовали в LA Noire. Может быть, да, да, да. Разрабатывала другая студия, там разрабатывала Тим Бонди, но Rockstar были издателями и вкладывали много денег. Мне кажется, кстати, что вряд ли, потому что все-таки в LA Noire, то есть тут речь о Agent все-таки это про агента, который скрытный. Это серьезный довод, Алик, ты прав. Да, а там про полицейских, которые пиу-пиу-пиу, допрос, скажи, где бомба, там и так далее. Возможно, ты прав, но тем не менее, я бы не стал особо ждать какого-то возрождения The Agent, потому что ну сколько можно? Слушай, мне вообще непонятно, кто ждет эту игру, потому что ну ничего кроме не показали, кроме титульного... С другой стороны... Что можно ждать от игры просто, не знаю, игра... Ну, игра от Rockstar, и она в нуарной стилистике в Америке, там, ну как бы уже в целом понятно, что ждать никто не ждал. С тем же успехом можно ждать просто любую, я жду любую игру от Rockstar. Ну да. Я не жду Agent, у меня нет какого-то хайпа. Она уже будет супер видоизмененной, даже если выйдет, хотя как можно сказать видоизмененной или нет, если мы ничего не видели. Да, вот, я об этом. Я понял твою мысль. В общем, игра от Rockstar, возможно, где-то... Да, возможно, она даже, если это будет опять-таки Agent, не факт, что она останется эксклюзивной для консоли PlayStation. Безусловно, она уже не выйдет эксклюзивной для PlayStation 3, если, конечно, Rockstar Toronto не сошла с ума. Вот. Да. Алло, еще и перенести на PlayStation. Мы не справимся. Ладно, давайте на 2018 год релиз. Что? Чемпионат мира по фу... Господи, ладно. Да иди 19-й. В общем, вот так вот будет, мне кажется. Ждем. Ждем подробности про новый Брат Rockstar. В любом случае, это стелс с аметричным... С аметричным. Что такое аметричный, Захар? Аметричный? Нет, это нормально. Значит, это... Ну-ка. Аметричный... Спасай меня. Мультиплеер. Аметричный мультиплеер. Да, все, приходим к следующей новости. Двинемся дальше, окей, ладно. Новости кино. Новости кино. Просто делай вид, что ты все правильно сказал. Ну да. И как будто все остальные знают неправильно, а ты как бы правильно. Аметричный. Да, все. Новое слово. На диктантах только не пишите. Режиссер «Хижина в лесу» думает о съемках продолжения. На секундочку. Режиссер хоррора «Хижина в лесу» Дрю Годдер. Кстати, для тех, кто... Я извини, что я прервал. Тут будут спойлеры просто. Конца фильма. Ну, возможно, мы их обойдем. А, мы обойдем. Давай обойдем. Но учтите, что в этой новости есть спойлер финала. Заткните одно ухо и не считайте эту новость на сайте. Дрю Годдер задумался о том, чтобы снять вторую часть фильма. И он заявил, что в этом заинтересованы представители киностудии, а какой конкретно нет. Я думаю, то же, что я и выпускал первую часть. Если у него вторая часть, это будет интересно. А кому интересно, а не важно. Кому это будет интересно. Есть прямая речь от него. Он сказал следующее. Самое смешное тут то, что мы не планировали снимать продолжение. Вы видели, чем закончилась первая часть? Я пропущу спойлер. Там ведь спойлер. С таким финалом сложно написать сценарий для второй части. Но я думаю, что мы справимся. Правила игры в «Хижине в лесу» просто безумные. Поэтому придумать продолжение истории. То есть он сказал примерно, что наш сценарий настолько сумасшедший, что без разницы вообще, что мы придумываем во второй части. То есть как Кодзима. Да, ну то есть он на самом деле вообще очень странный. Ну то есть он сам себе противоречит. Да нет, почему? Он творческий человек, он найдет способ какую-нибудь ниточку вытянет. Слушай, придумать продолжение там, где нельзя придумать продолжение, очень легко. Хорошо. Но начать заново. Начать заново. Просто назвать «Хижина в лесу 2» и это будет просто как Final Fantasy. Да. Понимаешь? Просто новая часть про других людей. Вот и все. Все. Закончим с этой новостью. Я думаю, у... В двух словах я только скажу. Друзья, если вы не смотрели этот фильм, это лучший фильм в жанре молодежного хоррора. Серьезно? Это да. Но ты уже знаешь, понимаешь, ты уже знаешь спойлер. Ну да. Вот. Ну ладно. Поэтому это немножко обидно. Ну не смертельно, я думаю. Ну, знаешь, как у меня челюсть на полу лежала в конце фильма. Черт. Просто когда ты такой, что происходит? Что, о боже, сюжетный поворот. Еще один. И такой, и в конце ты такой, господи. Вот. Очень крутой фильм. Это мне грустно. Кто не смотрел, посмотрите обязательно. Надеюсь, вы не схватили этот спойлер. Спасибо, Денис Князев. Я выехал за тобой. Вот. Даже если вы схватили этот спойлер, все равно стоит посмотреть. Хотя, конечно, чуть-чуть впечатление будет подпорчено. Но, тем не менее, фильм очень крут. В этом жанре это лучшее, что я видел. Потому что... Ну, это все-таки Until Dawn. Это, это определенно. Until Dawn черпал вдохновение в этом фильме, я уверен, на 100%. Естественно. Я уверен на 100%, но Until Dawn просто не то, что не дотягивает. Оно даже, даже близко не подходит. Я понял тебя. Ну, это все-таки разные форматы. Давай говорим все. А то сейчас комментирую. Там кино, а там интерактивное кино. Нет, тут в этом плане как раз-таки они очень близки. Окей. Ладно, двинемся дальше. Давай, на следующую новость про Квентина Тарантино озвучит Артоваст. Спасибо, Захар. Где? Да. Квентина Тарантино сошел с ума. Вот примерно так я хотелось бы сказать. Следующая новость. Квентина Тарантино предпочитает кассеты стриминговым сервисом. Наверное... В этом контексте похвалюшка подписчику с ником Квентина Тарантино, который подпишется на наш канал в ближайшие 10 минут. Да. Квентина Тарантино предпочитает видеокассеты. Не просто так я небольшую ремарочку сделаю. Я вам скажу, что он питает особо теплые чувства, потому что он в детстве работал в видеопрокате. Как ты. Да, я тоже, кстати, работал в видеопрокате, когда мне было 16. Олег Второй Тарантино, конферн. Так вот, давай интервью для книги Lost... О, господи. Lost it all... Lost it at the video store. Вот. Он сказал, что меня совершенно не радуют стриминговые сервисы. Мне нужно нечто осязаемое. То, что можно взять в руки. Я не могу смотреть фильмы на ноутбуке. И совсем не пользуюсь Netflix или чем-то подробным. Возможно, он просто слишком стар. Нужно взять в руки. Не могу смотреть на ноутбуки. Да. Столица Оренбии. Да. У меня есть коллекция фильмов из магазина Video Archive. Он закрылся, а я выкупил все, сказал Тарантино. Что у них было? Порядка 8 тысяч кассет и DVD. Квентин. Нормально. Тебе что, деньги некуда дать? Нормально. Во-первых, да. Наверняка. Во-вторых, человек просто очень любит свое дело. Я помню, как все это начиналось. Я все понимаю, но, блин. Ностальгия, вся фигня. Согласен с тобой. У меня, я не знаю, если сейчас вдруг включу VHS, мне кажется, у меня глаза вытекут. Потому что, ну, качество отвратное. Я избалован современными технологиями. Не то, что если я вдруг останусь один на необитаемом острове, я не смогу смотреть VHS. Конечно, не сможешь. Там же не вольно плеера. Не, не, подожди. Если я останусь один с видеоплеером и 8000 кассет, и электричеством, ну, и маленьким... Телевизором, электричеством, и желательно-человеком, который будет делать тебе попкорн, да, и который подавать. Да, тогда я, естественно, смогу смотреть без проблем. Но я не знаю. Ну, то есть, это очень странный подход, мне кажется. Короче. Просто он уже... Он просто не знает, как компьютер запустить. Это забавный наброс, если честно. Да, это такой просто... Вот смотрите, новость про Квентина Тарантино. Да. В этом мире появилась. И вы поверили. Да. В книге, Том Ростон написал эту книгу, собрано мнение известных режиссеров по поводу новой эры киноиндустрии, в которой не нашлось места некогда популярным видеомагазинам. Я хочу сказать, что это актуально не только для киноиндустрии. То есть, есть индустрия книжная, где тоже там переезжают с бумаги в цифру. Есть игровая индустрия. Вот я про игровую хотел сказать. Ты знаешь, как сейчас на дискетах... Давай я сейчас GTA 5 запишу на тысячу дискет и буду с дискетами запускать. Он же не про новые фильмы, он про старые. Ну, какая разница? Ну, в смысле, он не говорит, что надо новые вещи делать на старых носителях. Он просто питает пиетет ко всем, вот этот вот, ко всей мишуре, которая окружает его хобби. У него просто времени много. Понимаешь, ему не надо игромером заниматься. Он увлеченный человек, да, ему не надо заниматься игромером. Это я тебе совершенно точно скажу. И по поводу этого у меня есть очень важный комментарий, который я всегда при случае говорю и сейчас скажу, потому что у меня появилась возможность сделать это в прямом эфире наконец-то. Если ты серьезно чем-то увлекаешься, ты как бы принимаешь тот факт, что твое увлечение будет каким-то образом эволюционировать. И ты либо адаптируешься вместе с ним, либо ты его дропаешь. Ну, по мне так. Если ты не можешь как бы смириться с тем, что увлечение эволюционирует и просто бухтишь, но продолжаешь есть кактус, что-то не так. Не, ну он как, он может бухтеть, он может купить себя. Я не про Квентина, я сейчас скорее про игры. Не, ну понятно. Потому что это очень ситуация, которая легко экстраполируется на нашу с тобой сферу. Ну, это да, это можно долго обсуждать про вайн, так скажем. Но, не, в данном случае Квентин, да, просто не хочет пользоваться Нетфликсом. Ему на... Не, я понимаю, есть люди, которым приятно, когда у них есть коробочка там и так далее. Да, да, да. И это такой, знаешь, он очень романтичный мужчина. Это можно понять. У меня просто подход исключительно утилитарный. Я не покупаю коробку. Я согласен, я тоже не купил. То есть я могу купить какую-то коллекционную, коллекционную чего-нибудь, если у меня прям вот, вот прям, я не знаю, очень-очень важная для меня вещь, там, не знаю, как Крим Фанданго или еще что-то. У меня две коллекционки за прошлое поколение. Вот. Дарк Соулс и Зельда. У меня есть там всего парочка коллекционок, и одна из них это Бегущий по лезвию, которые я вот купил, и я вот, да. Вот. А в случае с Клензином, ну, если ты можешь купить 8000 видеокассет и DVD и сидеть целыми днями их смотреть, конечно, круто. Жизнь удалась. Да, жизнь удалась. Кстати, пока вспомнил... Надо было жизнь замечательных людей, Руба, открыть, в общем. Пока вспомнил новость, она не очень в тему, но, тем не менее, журнал Edge составил список 100 лучших игр за все время. Знаешь, кто на первом месте? Нет. Дарк Соулс. Правильно. Вот такие дела. Двинемся дальше. Канал показал... Ой, господи. Канал показал. Канал Фокс показал тизеру трейлер. Цукерберг позвонил. Продолжение секретных материалов. Секретных материалов. Жги, Захар. Да, это созерцательная новость на самом деле. Жечь будем быстро. В преддверии премьеры нового сезона секретных материалов, которые вы, наверное, все ждете, телеканал Фокс показал новый тизер проекта. Истина где-то рядом. Шестисерийное продолжение секретных материалов появится 24 января 2016 года. Герои те же, сеттинг тот же. Если посмотреть трейлер, все то же самое, просто герои чуть постарели. И, по-моему, это отлично. Потому что атмосферу оригинального сериала вроде как Фокс удалось сохранить. Если все будет успешно, будет больше шести серий. Точно все. Сериал точно обречен. Обречен. Почему? Потому что Дэвид духовно побрился. Дэвид духовно побрился. Очень плохо. То есть, весь шарм его, весь его старческий шарм этого прекрасного мужчины в его небритости. А теперь просто я посмотрел тизеры и там промелькнул кадр, где он уже побрился. Я такой... Ну, он там есть и щетиной, так что с вами расстроился. Это, знаешь, в начале, когда его раскопают там где-то в подворотне. Не, он типа... Пам, нашли тебя, пойдем, истина где-то рядом. Бежим, бежим. Да, 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 пойдем искать. Вот, бежим бриться быстрее и все. А выпустите Дэвида? Нет, он думал. А скиньте истину. Вот. И, в общем, 24 января. Страшно ждем премьеру. Пора заканчивать. Пора заканчивать с этой рубрикой, потому что все растягивается бессовестно долго. Смотрите трейлер, ждите секретные материалы и любите хорошие сериалы. Да, следующая новость тоже моя. Из категории железо. Она откроет и закроет ее. Смартфоны Motorola вернутся в Россию. Вчера Леонид Малвинских, наш глава диджитал направления, отреагировал на эту новость ликованием. Посмотрим, понравится ли Леонавал. Motorola намерен до конца этого года возобновить продажу своих устройств в России. Об этом заявил Глеб Мишин, представитель компании Lenovo, которая, собственно, выкупила Motorola у Google в 2014 году. Я думал, обычно Google все сама скупает, а не продает. И я удивлен. Видимо, Google купили Motorola. Google скупает хорошие вещи. Мне кажется, да. Google купила Motorola такая, блин, зачем? Василий. Выпустили один телефон вместо Motorola. Не важно. Выпустили один телефон, говорит. Мы решили, что Motorola... Вот. И... Да. В общем, да. И Lenovo решила выкупить Motorola зачем-то. Слухи ходили давно, на самом деле. Не исключено, что продукция Motorola появится уже в октябре, одновременно с открытием официального интернет-магазина Lenovo. Я думаю, что Lenovo знает, что делать, потому что компания большая и довольно успешная сейчас на рынке. И тут надо бы вспомнить, что они заинтересовались процессорами Байкал. К твоей фразе, что не знаю, что делать. Ага, Motorola. Motorola и Байкал. Мотобайк. Мотобайк. Кажется, Кодзима. В общем, да, ждем каких-то больших откровений к открытию интернет-магазина Motorola в октябре. В первую очередь в России будут доступны устройства G-серии, относящиеся к бюджетному сегменту и умные часы. А Motorola прекратила продажи в России и закрыла все свои представительства в 2010 году. На тот момент ее доля на отечественном рынке составляла 1%. Time to come back. Но когда-то Motorola была молодцом. Да, когда-то все хотели. Motorola Razr это был телефон. Я никогда не любил Motorola. Раскладушки у меня просто вообще не вызывали никаких чувств. Справедливо, но это был желанный телефон. Да, это был желанный телефон, прям как iPhone сейчас. То есть ты видишь, у каждого второго это Motorola Razr. И такой, блин, парни, ну хватит. Совершенно верно. Или еще был Siemens этот M65 с джойстиком таким совершенно ужасным, который все думали, что это инновация и будущее телевизор. Так вот, перейдем. Вообще, о господи, мы уже час вещаем с тобой, а у нас еще две новости. Почему они такие, что? Да, одна новость лучше другой. В общем, сегодня будет особо большой выпуск. Перед игром миром. Еще и в субботу будет бонусный выпуск. Это просто какой-то проразник. На Марсе обнаружили воду. Рубрика новости науки. Так вот, это не шутка. Действительно, на Марсе была обнаружена вода. Эх, я сразу такой, блин, полететь что ли на Марс? Главное, да. Главное, вернее оттуда Мэтта Деймона, а потом поговорим. Ученые, собственно, раскрыли одну из главных загадок Марса, доказав, что по поверхности Красной планеты текут реки. В исследовании, полностью опубликованном на Nature Geoscience, сообщается, что доказательства существования рек на Марсе получены с помощью высококачественных снимков камеры Hi-Rise. Айфона. Айфона. Вот это было вообще круто. Это сразу было понятно. Селфи марсохода с этим. Ну, представляешь, какой был крутой пиар айфона вообще? Да. Я наугад сказал, рандом, друзья, это мог быть любой телефон на гугле. Окей, Galaxy S5. Нет, почему? Только айфон, только хардкор. А, ну да, точно. Мы проталкиваем. Мы выталкиваем из себя. Ты мне просто не отдал из того чемодана, поэтому я и обиделся. Вот. Установлен на, соответственно, орбитальном аппарате Mars... Реконейш... Давай. Реконейссенс какой-то. Да, орбитер. Вам это не важно. Вот, это не важно. В общем, да, мы просто поломаем чуть-чуть языки об эту штуку. Я ее сколько раз не пытался прочитать, она у меня ни разу не получилась нормально. Реконейссенс. Да, типа того. Обнаружить потоки воды помог спектр... Мы устали. Но мы продолжим. Спектральный анализ изображений. Показавший наличие на марсианских склонах гидротированных солей. Так, ладно, хватит дурка валять. Ладно, обнаружить гидротированные соли. Эти соли помогают воде не замерзать при температуре до минус 70 градусов Цельсия, что довольно важно. Потому что речь-то не про Россию, матушку. Да, там на марсе климат не очень. Но, кстати, в России тоже бывает минус 70. Но водичка замерзает. Да, но водичка замерзает. В общем, обычно, если есть вода, то все начинают сразу рассуждать на тему того, что есть жизнь в этой воде. Есть и те, кто ее пьет. Да, те, кто ее пьют, как тонко заметил Захар. Мне очень нравится финальная фраза. Реки на Марсе, типа сезонно, да? Нет, сейчас ты дойдешь до этой фразы. Да, сезонно и появляются лишь в летний период. Ученые считают, что наличие воды поможет первым колонизаторам планеты. Вот это мне вообще понравилось. Ты еще воду даже не нашел, условно говоря. Чего тут какую-то каплю? А ты уже думаешь, как тут будет водопад, условно говоря. Не, ну полетят же на Марс рано или поздно, понимаешь? Я уверен, что НАСА уже такая, то есть НАСА и вообще вот все эти космические войска, назовем их так, космические бравые войска, космопехота, они как разработчики новых консолей, понимаешь? Они уже знают, что будет через пять лет. Это мы не знаем. Я уверен, что НАСА уже знает, чтобы через двадцать, ну то есть как, чего, у них все же расписано, типа, ага, так, в 2017 в пять часов две минуты вылетает этот, значит, ага, в 2018, то есть у них все расписано там на это. Была у нас новость про добровольцев. Да, 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 я вот как раз об этом. Да, ну вот первые колонизаторы в целом уже довольно скоро. Кстати, забавный факт по поводу этой новости, которую я вчера прочел в Твиттере, я не знаю, верить или нет, но говорят, что режиссер Ридли Скотт уже довольно давно знал о существовании. Марса. Со школы знал о существовании Марса, а о наличии воды на Марсе узнал во время снимок Мурсианина, ему у нас рассказал по секрету, для того, чтобы он сделал более правдоподобное кино. Такие дела. Тема дня. Тема дня сегодня довольно интересная, я даже не знаю, что сказать. Давай, Захарь. Тема дня. Warner Brothers Games видит потенциал в серии про Бэтмена. Что это означает? То, что вероятнее всего мы увидим новые проекты с названием «Бэтмен что-то что-то». Batman Arkham Knight стала заключительной частью, можно, наверное, уже теперь сказать первой трилогии про Бэтмена от Rocksteady Studios. Однако этого не означает, что Warner Brothers перестанет делать игры про Спасителя Готэма. Да, напомним, что игр-то на самом деле четыре. Это трилогии, ну, то есть не очень красивые. Трилогия от Rocksteady. Да, звучит, потому что трилогия от Rocksteady всячески дистанцирует себя от Warner Brothers таким образом. Очевидно, что Rocksteady, да, заявляла, как Захар уже сказал, что это будет третья и последняя часть от них. Видимо... Что-то в формате Origin продолжит выходить. Что-то, я думаю, не в формате Origin, потому что на самом деле, я понимаю, сейчас у меня полетит куча тух и помидоров. Я не помню, что я говорил, когда проходил на стримах. Кажется, я говорил что-то про восемь и восемь с половиной. И, знаете, я вот играю в современные игры сейчас, выходящие после Бэтмена. Я понимаю, что Бэтмен это не восемь даже. То есть семь с половиной, да. То есть там есть хорошие моменты, но на самом деле это буквально то же самое, что мы видели в первой игре. К сожалению, это абсолютное повторение, абсолютно неинтересные побочные задания, которые строятся по принципу, ты пришел, нашел что-то один раз, тебе показали кат-сцену, что-то пару диалогов дали, а потом ты просто повторяешь одно и то же там несколько раз. Ну слушай, многим и не нужны были эти никакие инновации, все ждут Бэтмен. Ну давай тогда играть, блин, в симулятор археолога, блин, который сделан, как 30 лет назад игры делались. Никому же ничего не нужно. Я тебя понял, ну ладно, сейчас речь не... Игра действительно, ну эта серия изжила себя, в нее надо что-то добавлять. Я очень расстроен, что Warner Brothers, блин, под эгидой, то есть вот делали игру Shadow of Mordor с системой Немезис. Она, возможно, не принадлежит Warner Brothers, но если принадлежит, то Warner Brothers. Почему вы ее не впихиваете в каждую игру? Она украсила бы абсолютно никакие совершенно побочные задания в Бэтмене. Идиотская система, что вам надо, чтобы увидеть правильную концовку, надо разгадать все загадки Ридлера и так далее. Ижу Ютуб, ладно. Да, есть Ютуб, и да, я так и сделал. Я прошел игру, запустил Ютуб, посмотрел правильную концовку. Это не тот способ игр, который... Который нравится. Окей, я тебя понял, высказался и выпустил пар, хорошо. Не нужен новый Бэтмен, в общем, такого плана. Нужен новый-новый Бэтмен. Ну, об этом вице-президент по развитию серии Arkham. Вот вице-президент по развитию серии Arkham Эймс Киршен не согласен с тобой. Считает, что игры про Бэтмена наконец-то помогли раскрыть истинный потенциал этого героя. И он довольно велик, и поэтому можно его использовать в новых играх, раскрывать с новой стороны этого персонажа, чтобы радовать игроков, ну и себя какими-то новыми вещами, которые покупают. Конечно же, игры от Warner Brothers раскрыли потенциал Бэтмена. Так никто не догадывался, что он классный парень. Нет, ну многие знали, что он классный парень, но справедливости ради действительно масс... Ну, как бы новую, большую аудиторию Бэтмен получил после того, как вышла трилогия Нолана, и после того, как вышли вот эти вот игры. Ну, серьезно. Слушай, Бэтмена... А Бэтмена всегда все знали. Бэтмена всегда все любили. А Бэтмену было куча фильмов, блин... Вот старые серии были хорошие фильмы. Новая аудитория, чувак. Какая новая? Блин, комиксы выходят постоянно. Новая, это может быть в России. Ну, кто читает комиксы? Да и все знают Бэтмена. Все знают Бэтмена. Потому что вся Америка читает, вся Япония читает комиксы. Ну хорошо, в Америке, в Японии. У нас культура комиксов маленькая. Кстати, Comic-Con Russia завтра тоже вместе с играми. Между прочим. После завтра. Комиксы читают все больше и больше. Так что тут я абсолютно не согласен с этим абсолютно насквозь маркетинговым заявлением от Эймса Киршина. Я надеюсь, что он на меня не обидится. Вдруг он приедет на Игромир и плюнет мне в лицо, понимаешь? Ну и отравит на тебя Бэтмена, косплеера самого такого. Ведь теперь-то он популярный. Самого упитанного, самого популярного. Как бы то ни было, от новых частей серии Аркхема мы навряд ли спасемся. Ждем анонс. К сожалению, да. В ближайшее время, к сожалению или к счастью для кого-то, сейчас Warner Bros. сосредоточился на том, чтобы починить пока версия Batman Arkham Knight, которая сломалась. Ну а по-моему она уже скоро будет починена. Говорят, что да, но тем не менее вот еще недоступно. Патч спасительный там какой-то выпустили, но чистовика еще нет. Я хотел в двух словах буквально закончить. Чтобы все не думали, что я просто хейтю Бэтмена. Нет, мне нравится серия игр. Мне не нравится, что они делают каждый раз одно и то же. Бэтмобиль это такой фейл. Ну. Просто такой фейл. Это World of Tanks в мире Бэтмена. Зачитал бы видеомнение, если тебе так много есть, что сказать. Когда была возможность. Нет, я влог в видеомнениях. Зато вот в прямом эфире тебя прям. Вот в прямом эфире, да, я могу. Окей, ладно. Это было, это достойно уважения хотя бы за искренность. Идите в прямом эфире. Давай. Пока ты был в отпуске, мы уже два сделали. Ладно, друзья. Закончили. Закончили с новостями. Все. Господи. Час пятнадцать. Выпуск на час пятнадцать. Да, мне еще сейчас на Игромир ехать. Тебе еще на Игромир сейчас ехать, у меня еще заканчивают дела перед Игромиром. Мешки таскать. Огромное спасибо всем, кто смотрел нас этим утром. С вами был Артаваст Мурадян. Захар Бочаров. Василий Копейкин. Увидимся на Игромире, увидимся в прямом эфире. До завтра. Завтра будет круто. И ближайшие несколько дней будет круто. Всегда будет круто, если вы подписаны на Игромани. Спасибо, друзья. Если все будет хорошо, мы выживем. Да. Огромное спасибо вам, что вы с нами. Мы вас страшно любим. Увидимся с вами в прямом эфире. Пока. Счастливо. Счастливо.